Девочки, всем привет! Всем ассаляму алейкум! Мне многие скидывают фотографии платьев и то, что продается у нас на Кавказе. Они думают, что здесь тоже можно найти эти платья в розницу. Но нет, здесь такой одежды, то, что у нас продается на Кавказе, нет. Здесь совсем другой стиль. То, что продается у нас в Чечне, в Дагестане и вообще в странах СНГ, эти фабрики шьют только оптом. Они шьют оптом на экспорт, на наш контингент. У них же в магазине в рознице одежда совсем другого стиля. И я хочу вам показать, немного сейчас делать такой обзор, показать, какая у них одежда, особенно для покрытых. И их платья, в общем, в основном у них туники, брючки, все такое. То, что продается у нас в Чечне, в Дагестане, вот эти красивые платья, красивые юбки, блузки. Здесь такое невозможно найти. Можно найти, но только оптом. В розницу такое здесь не продается. Эти фабрики шьют на наш контингент, для Кавказа. И наши коммерсанты, естественно, скупают все и там продают. Но в Стамбуле эту одежду вы не найдете. Вот, девочки присылают мне эти фотографии, делают скрины в Инстаграме, хотят найти здесь в розницу, думают, что здесь это дешевле. Но нет, не то, что не дешевле, тут даже и нет такой одежды. Так что, ну, сейчас я сделаю вам такой обзор, что здесь есть. Ну вот, здесь в основном выбор рубашек хороших. Рубашечки можно здесь купить, такие вот удлиненного типа. Они здесь стоят от 70 лир до 150 лир. Вот такие вот, типа, рубашка туника. Раскрешенные рубашечки тоже здесь очень популярные. И в основном брючные костюмы здесь. Здесь редко, когда встретишь красивые платья, но очень много брючных костюмов. Вот такие вот широкие, восхищенные брюки. И вот такие вот тунички. Вот в таком цвете тоже. Цена одной туники 199 лир. И брюки такой же цены. Можно взять отдельно, можно вместе как комплект взять. Но мне здесь понравились юбочки зато. Юбки здесь классные. Это новинка, я так поняла. Мне очень понравились эти юбки. Цена этих юбочек 150 лир. Вот эти юбки мне понравились. Еще мне понравилась юбочка на манекене. Тоже классно смотрится. Расцветка. Так, наверное, ее цена такая же, как я там на ценники посмотрела. Здесь я копаться не буду. Нет, ценника здесь нету. Ладно. Наверное, такая же цена. А также вот, видите, тоже брючный костюм. Цена вот этой вот кофточки 219 лир. И такая же цена, наверное, будет и брючек. Потому что тут цены по отдельности. Дальше. Вот такие вот очень много рубашечки. Здесь яркие рубашки. Ну вот такого фасона одежды здесь полно, но не более. Такой более уличный стиль, casual стиль. В то же время классика и на повседневку, но не более. Вот как наши любят нарядные платья девочки. Наши девочки любят нарядные платья. Таких платьев здесь нет. Я тоже люблю более такие платья нарядные. Это такая попроще одежда здесь. И так вот практически в каждом магазине. Например, вот эта рубашка стоит 79 лир. Ну, неплохая рубашка. Хорошенькая ткань, хорошая, легкая. Под брюки такую рубашку можно будет надеть. Юбочка. Наверное, с раскрешенной юбкой будет неплохо смотреться. Но, опять же, не то, что вот в основном наши девочки любят. Дальше. Платье у них вот такого формата всегда. 129 лир. Вот вы видите цены. Материал. Ну, такой легкий, нормальный материал. Вот такие вот блузочки тоже хорошенькие. Посмотрите. А, это уже даже, по-моему, костюм. Брючки с блузкой. 219 лир стоит. Очень симпатично. Но наши не носят, девочки, бручные костюмы. Очень редко, когда можно найти вот такие длинные платья с длинным рукавом. Но если даже найдешь, они всегда вам может понравиться. 199 лир стоит. Такое простенькое платьишко. Можно носить дома, во двор. Не более. Так, с кроссовками, наверное, будет нормально смотреться. А вот, посмотрите, тоже классный, хорошенький костюмчик. 259 лир стоит. Это уже, по-моему, общая цена вместе с брюками. Так, мне еще понравились вот эти юбочки. Гафре. Классная юбка. Сейчас посмотрим цену. Цена этих юбочек 250 лир. Посмотрите, есть в такой расцветке черная классная юбка. 250 лир стоит эта юбочка. Мне она понравилась очень, да. С черной водолазкой эта юбка будет классно смотреться. Красивая юбка. 250 лир. Есть такое платье вот с вот этими рюшками. Такие громоздкие рюшки. Ну, 189 лир на любителя платья. Внизу тоже вот такие вот валаны. Рубашка. Опять рубашка. Много рубашек. И так в каждом магазине много рубашек. Но подбринки они продают. Вот тоже вот кофточка. 139 лир. Хорошенькая кофточка. Вместе с этими брючками будет неплохо смотреться. Так, что еще? Такие вот брюки. Платье. Просенькое платье. Стоит 179 лир. Это около 1700 рублей. Ну, нормалек. Невал, конечно. Хорошая. Такое вот тоже есть. С разрезом внизу. Удлиненое. Оно идет с брюками. Это костюм с брюками. 159 лир. По-моему, это цена одного костюма. 159 лир. Так, туничка тоже. Туничка тоже с брючками. Это комплект уже. Видите? Так, посмотрим цену. Цены нет. А вон там цена есть. Цена 250 лир. Этого костюма. Коротенькая. Они обычно носят такие платьюшки с джинсами. Я заметила. Такие короткие платьюшки. Снизу под платья джинса одевают. Покрытые девочки. Опять наверху много-много рубашек. Ну вот, 89 лир стоит. Это я не знаю. Не видно. Цена очень много. Большой выбор. 99 лир стоит вот эта рубашка. Эстетичная. Ну, внизу брючки под эти рубашки можно подобрать. Вот такой вот летний тренч. Я заметила, они любят тренчи. Очень много. Даже летом можно вот сейчас, в июле, можно встретить девушку, одетую в такой тренч. Снизу будут брюки, кроссовки. Я не знаю, как им не жарко. Мне кажется, он такой недышащий. Но они любят тренчи. Стоит 190 лир. Ой, 119 лир. 119 лир. Даже 129. А, если наличными 119 лир, если картой 129. Не знаю, почему такая разница. Ну, мне кажется, вас так же, как и меня, ничего не зацепило. Единственное, меня зацепило вот эта юбка. Все. А, и вот летняя юбочка там понравилась. Все. Больше мне ничего здесь не понравилось. Футболочки можно чисто для дома носить. Вот по 39 лет. Ну, 40 лет. 39 лет, 40, 99 курушек. Вон те юбочки мне понравились. И на манекене юбка понравилась. Все. Больше ничего не понравилось. Идем дальше. Ну, вот в этом магазине есть платья, такие, как продают у нас. Тоже по 200 лир тут стоит. У нас тоже примерно такие же цены. 22500. Но у нас даже больше выбор. Но тут ткань, правда, хорошая, качественная. Вискоза. Есть расцветки. В общем, таких платьев у нас полно на Кавказе. И по такой же цене. Так, что еще? Вот такие вот есть кофточки для тучных женщин, для пышных. По 60 лир. Очень такой большой выбор. Эти кофточки стоят 60 лир. Разных-разных расцветок. Вот они. И вот такие вот есть по 80 лир. Тоже кофточки для пышных женщин. Тоже есть большой выбор. Есть расцветки. Ткань хорошая. Ткань качественная. Симпатичная, между прочим. 80 лир стоит. Так, а дальше в основном у них вот такие вот абайки. Все темные. Скучные. Фасон такой скучный. Не люблю такой фасон. Просто не перевариваю. Вот такой фасон они любят тоже. Очень часто можно встретить в магазинах такого типа одежды. Ну, по 119 лир стоит. А вот эта вот рубашечка интересная. Стоит эта рубашка 90 лет. Ну, она опять же удлиненная. Больше идет с брючками. Простенькая рубашка за 90 лет. Симпатичная. Очень много. Это все расцветы. Вот такие вот расцветы. Я заметила в этом сезоне у них очень часто может встретить такие юбки гофре. Между прочим, недорого. Ну, тоже такой более кайжовский. Не на выход, так на повседневку. Есть расцветки. Цена этих юбочек 35 лет. Ну, простенькие юбки. Но зато, я думаю, в них комфортно ходить каждый день. На резиночки классные. И расцветки. В этом магазине уже более такая самоднявая одежда. Ручки, футболки. Я бы это для дома взяла. Дома носить. Так, посмотрим, сколько стоит этот свитшот. Цены нету. Так, ну, к примеру, эта футболочка стоит шестьдесят один. Значит, остальные тоже похожи цены. Около шестьдесят две тысячи лет. Так это шестьсот рублей. Вот эта классная толстовочка. Очень даже симпатичная. Это у них такой магазин молодежный. Для молодежи. Так, ну, цены тут нету. Я тебя спросила, вот эти толстовочки стоят шестьдесят лет тоже. В общем, здесь вот такой вот стиль одежды. Есть топики, сарафаны, такие расклешенные брючки, костюмы тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот мы и добрались до платьев. Вот такие вот у них платья. Вот в таком стиле. И вот это вот хорошенькое. Материал такой приятный. Это еще более-менее хорошая платья. Вот еще один магазин. Тоже женская одежда. Тоже я вот уже отсюда вижу, что здесь все такое простенькое, скучненькое. Ну, что-то для дома можно купить. Дома носить, например, футболочки, брючки. Но вот это платье, например, очень такой жесткий материал. Плотный. Буфет на кадар. Юзлира. 100 лир стоит. Ну, цена тоже соответствует качеству. Очень такой плотный материал, неприятный. Я думаю, к телу не очень будет приятно. Но зато вот в таком формате платья для пышных. И не только для пышных, а для пышных. Ткань хорошая. Вот это еще можно взять. Но только тоже чисто для дома. Для дома вот такие платья у нас в Чечне и в Дагестане. И Паум. Так, интересно. Так. Эти платья стоят по 100 лир. Посмотрите. Тут есть разные расцветки. Это, наверное, еще и последние размеры. Короче, скидка на них 100 лир они стоят. Ну вот, симпатичную расцветку я вытащила. Ну, за 100 лир можно, наверное, купить себе такое платье. Но я не хочу. О, да, вот. Вот это платье мне понравилось. Прошла три магазина. Единственное платье, которое мне понравилось. Ткань хороший, фасон хороший. Необычное платье мне очень нравится. Цена 350 лир. Да, вот. Вот это клевое платье. Ничего не скажешь. Я бы себе такое взяла. Дальше идем. Такой фасон я не люблю. Мне кажется, что мне такая одежда не идет. Потому что такой фасончик, наверное, подходит у кого широкие бедра и потоньше талия. А когда наоборот, не очень смотрится. Если как у меня. 230 лир стоит эта платье. Так. Это тоже 230 лир стоит. Так себе платье 250 лир стоит. Это 240 лир стоит. Ну вот это платье нечего-то хорошенькое в расцветку, хорошая. Фасон необычный. Вот это тоже более-менее хорошее платье. 350 лир стоит. Я так заметила, чем лучше платье, тем дороже оно стоит. Чем проще, тем дешевле. Так. Что? Вот это тоже платье. Цена этого платья 200 лир. Такой тоненький приятный Атлас подшел. Цена 350 лир. Вот это платье тоже симпатичное. Цена 350 лир стоит. Такое широкое. Особенно, если девушка в положении, можно надевать его в классное платье. Неплохо, с белыми макосинами. Смотрите, 350 лир стоит. Это еще можно тоже взять. Но я влюбилась сегодня в это платье. А также здесь есть этого же фасона. А нет, чуть-чуть другого фасона. Внизу с валанами. Вот видите? Другой расцветки. По той же цене. Нет, все-таки это красивее фасон. Показывала платье под шелком. Посмотрите. Вот так смотрится. Вот такие вот джинсы для юбочки. Здесь стоят 250 лир. Такие топы стоят по 60 лир. Платье ламбада. Помните, раньше юбочки были ламбада? Сто лет назад. Так, это платье стоит 145 лир. Вот это еще хорошенькая такая летняя расцветочка. А, это даже не платье. Это брюки. Такой комбинзон. Дальше идем. Профре платье стоит 210 лир. Так, что тут еще есть? И вон там тоже куча всего. Много платья. Черное платье с поднятым воротником. Ближе к вечернему. Стоит 350 лир. Внизу вот так сжато. Неплохо. Черный цвет хорошо смотрится. В сиреневом цвете смотрится не очень это платье. Да, вот. 350 лир стоит. Это довольно такое симпатичное платье. С поднятым воротником. Сжатыми, с вафельными рукавами. Здесь вот найскос идет. Вот эта оборка. Цена этого платья 250 лир. И есть в разных расцветках. Голубо. А, бежевый. По-моему, такого же пациона. А, нет. Бежевый совсем другого пациона. В общем, голубенькое такое и темное. Посмотрите, костюмчик интересный тоже. С поднятым вафельным воротником. И юбочка длинная. Ткань приятная. Такая, как резинка тянучая. Рукав на резиночке. Классный костюмчик. 350 лир. Недорого. Хорошенький. Можно взять такой. Так, их любимые тунички пошли. Так, сколько стоит туничка? 220 лир. Вот этот костюм. Ну, довольно-таки неплохой. Единственная юбка очень... Ткань такая грубая. Кофре. Но ткань очень тяжелая. Цена... Сейчас посмотрим. 150 лир стоит. Вот это легкое платьишко. И цвет такой приятный. 220 лир стоит. Кошенькое платьишко. Такие шортики стоят. 70 лир. 37 лир стоит. Ну, вот я иду домой. Поснимала для вас одежду, которую здесь носят. Теперь вы, наверное, понимаете, что то, что, например, продают у нас в Грозном на Беркоте, здесь такого и близко нет. Даже если будет, то будет по такой же цене, как продается и у нас в Грозном. Потому что все такое вот в нашем стиле, как я уже и говорила, фабрики шьют оптом на экспорт на Кавказ, ну и другие страны СНГ. Вот так вот. Здесь такого нет. Я заметила, чем красивее здесь платье, допустим, тем дороже оно стоит. Ну, как и у нас. Кстати, одежда из Турции, допустим, дорогие платья, они здесь оптом тоже очень дорогие. От 40 долларов и выше идут цены оптом. Серии 4 размера. Конечно же, есть еще и подешевле платья оптом. Я, например, закупала платье, покупала для Грозного за 17 долларов, за 20 долларов. Записывала, снимала и у меня выключился телефон, съела батарейка. В общем, я пришла домой, попила чай. Сейчас мы с мамой вышли погулять на Юб-Султан, соседняя площадь, чтобы показать вам соседние дома. Это соседние дома. Посмотрите, какое это красивое дерево. Я как-то для Инстаграм снимала. Это пятиэтажные дома. И несмотря на то, что это пятиэтажки, здесь в каждом доме есть лифт. Очень-очень у нас хороший, спокойный район. Мухаммад говорит, что ему в Осеньюрте больше понравилось. Он хочет там жить. Турки большие патриоты своей родины. Много у кого можно увидеть, как висит их в флаг турецкий. Либо на окне, либо на балконе. Любят они свою страну. Вот такие вот турецкие улочки. Практически в каждом дворах есть продуктовые магазины. Мам, там смотри, этот авук мясо и курицу продают. Мам, магазин, видишь? Надо туда зайти, цены посмотреть. Попала говядину, один килограмм. Здесь стоит говядины 700 рублей. Это было филе без косточек. Мама говорит, в Грозном филе стоит говяжье 420 рублей килограмм. Я так думаю, Мухаммад пойдет в эту школу, потому что это самая ближайшая школа возле нашего дома. Здесь, кстати, есть различные кружки. Бассейн, музыкальные кружки. На бассейн я его уже записала. В августе будет ходить. Вот сюда он будет ходить, бассейн. В школу. Я так думаю, что он и в школу сюда его направит, потому что, по-моему, эта школа относится к нашему адресу. Посмотрим. Здесь футбольный стадион. А вон там вот минореты. Это минореты Ипсултана. Мечеть. Сегодня такая хорошая погода. Жара спала. 25 градусов. Такой прохладный ветерок. Сейчас мы гуляем. Погода кайф. Это отель неподалеку с нашего дома. Сейчас там будет очень многолюдно. На Ипсултане. Как всегда, наверное. Аличо пошел. В фильме Чукур. Там есть Аличо герой? Он вечно с такой тачкой ходил. Мусорщик. И когда я на них смотрю, я всегда этого Аличо вспоминаю. Столько людей на Ипсултане. Как многолюдно сегодня. Это мечети Ипсултана. Я уже говорила, что здесь похоронен из-подвижных пророка. Сегодня пятница. На Джума молитву сюда столько людей сюда пришло. Очень-очень. Прям очень стояло сюда люди заходили. Кстати, очень многие паломники сюда приезжали. Я читала, что это четвертая по значимости исламская мечеть Коста-Мекки, Меддины. В общем, забыла я. Ну, в общем, это читается четвертая мечеть по значимости среди мусульман. Обалдеть, сколько людей. Я думаю, это еще связано с праздником. Праздничные дни, выходные дни. Обычно тут не так многолюдно. Сегодня очень много людей на Ипсултане. Я так рада, что мы так рядышком по-соседству живем с этой мечетью Альхамбелила. Когда-то я представить не могла, что я буду здесь жить. А тем более рядом с этой мечетью Альхамбелила. Это прекрасно. Здорово, когда можно так выйти, пешечком дойти до Ипсултана. Погулять здесь, посидеть. Совершить молитву в этой мечети и пойти домой. Моа-шалла. Не жизнь, а малина. А это базар на Ипсултане. Тут продаются платки, декоративные штучки для дома. В общем, всякое такое интересное. Моа-шалла. Хоккарь. Подписывайтесь на канал. Оважаемые шучки для дома. Ребята. Субтитры подогнал. Хотел. Города. Города. Оважаемые шучки для дома. Продолжение следует... Продолжение следует...